Петрозаводский базовый медицинский колледж. Почти 500 первокурсников принял он в 2022 году. Впервые такой большой набор. Сегодня много раз прозвучит это слово. Впервые. История медицинского колледжа начинается в 1899 году. Тогда в фельдшерской школе было всего 7 учеников. Сегодня здесь обучаются 1700 человек. Это будущие медицинские сестры, фельдшеры, акушеры, лаборанты, фармацевты. Первокурсников приветствовали директор медицинского колледжа, заслуженный врач Республики Карелия Елена Аксентьева и замминистра здравоохранения Карелии Игорь Кижнерман. 1 сентября, как и по всей стране, здесь зародилась новая традиция – подъем государственного флага России и исполнение гимна Российской Федерации. Поднимать флаг доверена Олесе Песенко. Она финалист, победитель и лауреат чемпионатов «Молодые профессионалы», которые проходили в разных регионах России. Новый учебный год начался. Первокурсникам предстоит нелегкий путь. Меня зовут Тимошкина Валерия. Я учусь по специальности сестринское дело. Я пришла из Державенского лицея, выбрала эту профессию, потому что мне очень нравится помогать людям и спасать их. В будущем хочу быть хирургом. Я не планирую сдаваться, но думаю, кто-то, наверное, все-таки уйдет. Не всем же понравится эта профессия. Может быть, кто-то поймет, что это не их и просто отступят и все. Меня зовут Липатенков Данила Олегович. Я из Петкеранского района, из поселка Салмь. Я давно хотел. У меня есть родственники, врачи тоже. Но как-то так захотелось. Я хорошо знаю биологию и схемию, поэтому подумал, почему бы нет. Я буду возвращаться в городскую нашу больницу. У нас есть своя. Да, в Петкеранск. У нас есть в Салме амбулатория. Недавно ее построили. Но там врачи есть, поэтому я иду по целевому в Петкеранскую больницу. Если понравится профессия, то буду поступать в Петергород дальше. Меня зовут Зверев Владислав Витальевич. Я из поселка Салмы, Петкеранский район. Мне рассказали о перспективах поступать на медицинское, в медицинский колледж. Ну, я и посчитал, как раз идет мой одноклассник. Почему бы с ним не пойти? А ты после девятого, да? Нет, после одиннадцатого. Ты после одиннадцатого, да? А вообще не думал о медицине или как? Ну, на самом деле, я об этом даже не думал. На самом деле, я и не знал, куда поступать. Мне рассказали. Ну, вот, как я упоминал, о перспективах поступать в лечебное дело, в медицину. Но я посчитал, почему бы не попробовать. Если понравится, дальше будешь продолжать? Или все, не что-то ответственно? Ну, я посчитал, да. Если понравится, продолжу дальше. Студенты разные. Они приезжают из разных районов республики. И тем более, сейчас у нас значительно увеличился прием студентов после девятого класса. Поэтому это еще дети, которые буквально требуют внимания, заботы и поддержки. И они выбрали трудную специальность. И поэтому, конечно, надо уметь с ними взаимодействовать. Но я считаю, что у нас хорошая служба воспитательная. Поэтому воспитатели, психологи, социальные педагоги, они работают. Кроме того, вот первые годы учебы, когда после домашних условий они появляются в колледже, проживают в общежитии. Конечно, ребят еще наставляют. Так называемые наставники, которые мы, вот, к ребятам первого года образования, это выпускники нашего колледжа. Это не наставники-преподаватели. У нас есть разные направления наставнической деятельности. Но для ребят очень важно, чтобы они были именно в кругу своих студентов. Чтобы вот как бы равный-равному помогал освоиться для проживания в общежитии, для контакта с преподавателем. Потому что система образования несколько другая. Плюс практические занятия, на которых они, на первые годы идут, общеобразовательные предметы, особенно после девятого класса. А уже потом, когда они выходят на второй курс, начинаются практические занятия, начинаются клинические дисциплины. И они погружаются непосредственно вот в такую работу. Конечно, у теперешних студентов немножко иной взгляд на жизнь нашу, на современность. Они иначе смотрят на политические события в стране и в мире. Но они, конечно, лучше владеют компьютерной техникой однозначно. И, конечно, спорт и здоровый образ жизни. Это не исключение. Это правило для будущих работников здравоохранения. Я преподаю на старших курсах терапию. Своей дисциплиной терапию, профилактику, диспансеризацию, палиативную помощь, реабилитацию. А сначала они, конечно, осваивают младшую медицинскую сестру. То есть учатся уходу за пациентами. И поэтому вот там как раз на первом курсе уже проявляются их и душевные качества. И видно уже часто, какой получится специалист. К сожалению, единицы, но они уходят. Они понимают, что это не их. Что они, может быть, ошиблись в выборе. Но основная масса остается. И пополняют ряды работников здравоохранения нашей республики. Сколько вот у вас выпусков было за вашу здесь 40-летнюю жизнь? Ну вот в этом году был 40-й выпускной. Мы гордимся нашими выпускниками. Многие из них работают главными сестрами, возглавляют фельдшерско-акушерские пункты. И многие имеют почетные звания, заслуженные работники здравоохранения. Прочность знаний и умение ориентироваться в сложной обстановке показывают не только выпускники медколледжа, но и учащиеся. Они блестяще продемонстрировали их в период пандемии коронавируса. В 2021 году колледж стал региональным оператором всероссийского движения «Медики-волонтеры». И у нас вот Дмитрий Коршаков, который возглавляет воспитательную службу, он является вот как раз координатором этого движения в республике Карелия. И мы взаимодействуем не только с медиками колледжа, но и с медиками медицинского института, со студентами медицинского института. И почему я об этом говорю? Потому что в эти годы ребята очень активно помогали практическому здравоохранению. Медики-волонтеры выходили для работы в поликлинике, для того, чтобы помочь практическому звену, и оформили медицинскую документацию. Были созданы колл-центры для того, чтобы можно было дозвониться пациентам в связи с такой высокой заболеваемостью. В этих колл-центрах также работали и помогали наши ребята, медики-волонтеры. И еще, я думаю, что очень знаменательное событие, что практически почти полтора года медики-волонтеры медицинского колледжа работали на федеральной горячей линии 122. Трудно было работать, но их обучили. Во-первых, научили их правильно общаться с пациентами по телефону. И научились ребята работать в единой государственной информационной медицинской системе ПРОМЕД. А теперь об учебном процессе. Как сейчас организовано и проходит учеба в медицинском колледже. В этом году мы получили новые федеральные государственные образовательные стандарты. Если мы, например, раньше учили фельдшера 3 года 10 месяцев после 11 класса, то теперь после 11 класса можно будет 2 года и 10 месяцев и выпустить уже готового специалиста. А после 9 класса? После 9 класса впервые в этом году по новым в ГОСАМ мы стали принимать ребят для того, чтобы они получили специальность в лечебное дело. Причем здесь остается срок обучения 3 года и 10 месяцев. Для того, чтобы улучшить материально-техническую базу колледжа, мы получили президентский грант. И в 2021 году мы реализовали президентский грант. Это порядка 10 миллионов федеральных средств. Плюс дополнительно, конечно, мы вкладывали, и софинансирование было за счет предпринимательской деятельности колледжа, и, естественно, за счет региональных средств. Что нам удалось за счет вот этих поступлений финансовых сделать? Так как мы готовим несколько специальностей в колледже, то мы сделали так называемые мастерские по четырем компетенциям. Почему мастерская? Иногда мне задают медики, почему в медицинском колледже вдруг мастерская? Но так как мы относимся к среднему профессиональному образованию, у нас учредитель Министерства здравоохранения, но мы еще подчиняемся Министерству образования. И, естественно, Министерством просвещения Российской Федерации вот такие гранты идут на территории всех регионов России. Но наши мастерские особенные. У нас четыре мастерские мы открыли в 2021 году. Это лечебное дело, затем это фармацевтика, это медицинский и социальный уход, а лаборатория-то у нас какая хорошая, лабораторная диагностика. Вот эта мастерская четвертая. Я преподаю на первых курсах у детей после девятого класса химию. У фармацевтов я преподаю тоже химию различную углубленную. И, конечно же, микробиологию. У лаборантов я преподаю теорию и практика лабораторных микробиологических и иммунологических исследований. В основном я работаю на начальных курсах, но с лаборантами я буду работать в течение всей их учебы, всех их лет обучения. У лаборантов сейчас очень сложная работа. Это не как раньше пробирки. Сейчас лаборанты должны уметь пользоваться различным современным оборудованием. Они должны уметь правильно оформить материал, сделать пробу, уметь работать на сложном оборудовании, которое запускать нужно и следить за его работой. И работа у них очень точная. Они должны быть вовремя на месте, потому что иногда прямо секунды решают вопрос, он, например, положит человека в больницу или нет. О том, какие у него анализы. Необходимо ему делать срочную операцию прямо сейчас или его можно калечить каким-то другим методом. Поэтому лабораторная диагностика – очень важная специальность. Для этого в рамках проекта образования было закуплено огромное количество очень точного оборудования. И они учатся на нем работать. Я пришла сюда на должность психолога. Это работа, которая связана с деятельностью, с взаимодействием со студентами. Она такая живая, интересная, яркая. Но вообще у колледжа очень хорошая репутация. Это репутация, которая нарабатывалась не один год, а множество. Конечно же, это команда профессионалов. Это люди, которые хорошо знают свою профессию. Это люди, которые любят профессию. Это люди, которые горят в своей профессии. И репутация колледжа, мне кажется, медицинский колледж у всех на устах. И эта репутация, это реноме колледж держат уже на протяжении многих лет. Одно из изменений 2022 года – это было создание Центра содействия трудоустройства выпускников. Конечно, в последние годы студентов, поступающих по целевым направлениям от медицинских организаций Республики Карелия, становится также все больше и больше. И, конечно же, после окончания медицинского колледжа они должны вернуться в те медицинские организации, с которыми были заключены договора. Остальные студенты, которые без целевого направления, им необходимо оказать помощь в трудоустройстве. Я студентка 511 группы. Это четвертый год обучения. В этом году я выпускаюсь с колледжа. И так как в прошлом году я проявила себя как активный студент, участвовала во многих чемпионатах по стандартам WorldSkills, я думаю, что поэтому я была первооткрывателем в поднятии флага Российской Федерации. За три года, пока я учусь, мы были на практике в различных поликлиниках нашего города, а также в различных больницах нашего города. Мне понравилось БСМП тем, что это больница скорой медицинской помощи, оказание неотложной помощи. И я бы хотела пойти на работу в скорую помощь. В этом году открыли аккредитационно-симуляционный центр. Я думаю, что наша практическая подготовка и сдача аккредитации экзаменов пройдет на базе аккредитационно-симуляционного центра. Поэтому мы, как студенты, очень рады, что у нас появилась такая возможность тренироваться также и на манекенах, чтобы оттачивать свои навыки. Ну, я думаю, создание аккредитационно-симуляционного центра – это большой подарок Республике Карелии медицинским организациям благодаря главе Республики Карелии Артуру Олеговичу Парфенчикову. Глава Республики Артур Парфенчиков посетил центр на улице Пертунина в Петрозаводске канон нового учебного года. Без аккредитации на сегодняшний день ни один выпускник медицинских колледжей в Российской Федерации не может приступить к самостоятельной практической деятельности. Это площадки для проведения аккредитации. Их несколько в центре. То есть аккредитация – это проверка теоретических знаний и практических навыков, которые приобрели наши студенты за период обучения в медицинском колледже. Мы собираем комиссию аккредитационную, которую возглавляет независимый сотрудник, не наши преподаватели. Это эксперты, это сотрудники медицинских организаций. И обязательно присутствие общественной организации. Это такой регламент работы аккредитационных центров. То есть оценивают знания, которые дали преподаватели колледжа. Они не имеют права присутствовать на аккредитации. То есть проводят аккредитацию независимые эксперты. Процесс сложный, но и так делается везде, в России, во всем мире. И вот мы перешли уже, работаем по такому направлению. Ну и помимо первого этапа аккредитации – это сдача практических навыков. Ведь в настоящее время студенты не отрабатывают практические навыки у постели больного. Потому что все это делается на специализированном оборудовании. Это роботы, это манекены, которые мы приобрели вот в этот аккредитационный центр. Причем это довольно-таки сложная структура этих роботов. Потому что есть программное обеспечение, которое задается по необходимой специальности. И на этом роботе можно услышать, как дышит. То есть сделать аускультацию, услышать сердцебиение, сделать, например, уход сестренский. Если там прооперированный больной, им нужно сделать уход за стомами. То есть пройти все, вот пропедевтика вся можно получить на этом роботе. То есть они как живые. Вроде бы не очень симпатичные на первый взгляд, но мы уже их полюбили. Они действительно наши детище, на которых можно отработать очень четко, практически навыки. Это роботизированная система, которая позволяет воспроизвести в действительности физиологические роды. Есть ряд специальных накладок, которые можно использовать, в том числе при наблюдении беременной женщины в период ее выхаживания и вынашивания беременности. Различные приспособления. Есть приспособления, которые накладываются, например, при кесаревом сечении. Это тоже можно будет сделать. В данном случае сейчас наш манекен подготовлен к физиологическим родам. Здесь мы видим не только робот-женщину, но и у нас есть робот-новорожденного, который тоже присоединен, подключен к мониторам. И в определенной ситуации, какие-то клинические, мы можем тоже поставить задачу, например, нарушения сердечного ритма. Например, при рождении малыш не закричал. Какие-то такие критические ситуации, в которых специалисты со среднемедицинским образованием должны правильно среагировать для того, чтобы не наступила какая-то критическая ситуация. Во-первых, я очень рад, что нашему базовому медицинскому колледжу получилось создать третью составляющую правильного учебного процесса. У нас, я делю на учебный процесс в нашем колледже на три. Первый – это академический, где наши студенты получают знания по анатомии, физиологии, патанатомии, клинической фармакологии и так далее. Вторая, конечно, вот я считаю, это практическая база, где наших будущих медицинских сестер и фельдшеров обучают навыкам манипуляций, приятия решений в ургентных состояниях. Главное – не бояться больного. И третье уже после всего этого – это у постели больного, когда уже непосредственно на клинической базе наши с вами будущие выпускники уже оттачивают свои навыки. Поэтому вот это очень важное направление. И вторая составляющая, безусловно, проходит какое-то время, меняются клинические рекомендации, появляются новые лекарственные препараты, меняются протоколы лечения. И через какое-то время, обычно 5 лет, 3 года в зависимости от ситуации, наши медсестры и фельдшеры должны повышать свою квалификацию и доказывать умение принимать решения в нужной ситуации, в интересах больного на практике. И вот здесь тоже будет такая составляющая, как задача. Эксперт находится за стеклом, его не видит наш экзаменуемый. И он принимает решение. Вводит лекарственные препараты, проводит какие-то манипуляции. Это дает оценку. И после этой оценки комиссия говорит, «Да, этот специалист может продолжать деятельность, и что, конечно же, повышает правильное принятие решений в сложных ситуациях. Особенно на селе, когда нет рядом старшего товарища, который может подсказать». На базе ПетрГУ есть подобный симуляционный центр для подготовки будущих врачей. И теперь очень приятно и знаково, что такой же центр появился и вот для подготовки среднего медицинского персонала, когда они смогут до практической своей деятельности отработать все манипуляции различного профиля на роботах, которые мы сегодня увидели, которые действительно восхищают. И действительно понимаешь, насколько можно практически все отработать молодому специалисту еще до того, как он начнет самостоятельно работать. Все здорово, абсолютно. Я, конечно, бывал уже в таких аккредитационно-симуляционных центрах, был как-то в Казани даже на заводе, который производит вот такие манекены. Аппаратуру для занятий и для экзаменов. Ну, честно говоря, не ожидал. Не ожидал, что вот мы сегодня получим такой центр абсолютно необходимый, потому что если бы мы его не сделали, нам пришлось бы с учетом вот последних требований непрерывного образования, аккредитации среднего медицинского персонала, мы должны иметь в виду, это как раз вот для нашего среднего звена медицинского, то, конечно, нам пришлось бы просто в другие регионы отправлять и тратить большие средства. Поэтому здесь мы пошли на такие достаточно серьезные финансовые затраты, но если говорить, одни роботы строят почти 7 миллионов рублей, которые сегодня здесь. Мы сейчас очень много работаем над модернизацией нашего колледжа. Мы сейчас занимаемся общежитием медицинского колледжа. Я думаю, что уже много сделано сейчас. Такие основные проблемы с коммуникациями уже, в принципе, решены, заканчиваются. Ну, понятно, надо еще дальше продолжать кладываться, но уже все-таки мы, наверное, главные проблемы общежития решили. И все это нам дает уверенность в том, что в ближайшие два года, ну, максимум три, проблема обеспечения медицинского звена средним персоналом, она будет в целом в Карелии решена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова